Здравствуйте! Телекомпания «Город» представляет программу «Время говорить». Это ежедневный информационный выпуск в обзоре наших авторов. Как и всегда, наши журналисты расскажут о наиболее значимых событиях, которые произошли в этот вторник. Вот краткий анонс информационного выпуска. Бюллетень утвержден. Накануне в Рязанском обл. избиркоме прошла церемония жеребьевки партий, зарегистрированных на выборы депутатов обл. думы. Перец – рекордсмен. Рязанские дачники демонстрируют собственные приемы агротехнологии. Ну а теперь обо всем подробнее. Вчера в Рязанском обл. избиркоме распределили места партии в бюллетене на предстоящих в сентябре выборах депутатов регионального парламента. 10 августа состоялась жеребьевка по распределению мест в бюллетене на выборах в Рязанскую областную думу. Перед жеребьевкой представители партии смогли осмотреть капсулу с номерами, чтобы удостовериться в законности жеребьевки. Правда, этой возможностью воспользовалась лишь уполномоченный представитель от КПРФ Эвелина Волкова. Ну а далее представители, зарегистрированных на выборы партии, стали тянуть жеребий. Первый номер достался КПРФ, далее Единая Россия, затем Родина, Патриоты России, Коммунисты России, ЛДПР, Справедливая Россия и Яблоко. Юрий, добрый день. Вчера в Рязанском обл. избиркоме состоялась церемония распределения мест, то есть номинований в бюллетенях на выборы в Рязанскую областную думу. В списках 8 партий, 4 парламентские и 4, так скажем, не парламентские партии. Вот на ваш взгляд, у кого наибольшие шансы на победу? Ну я, наверное, бы согласился с Александром Ильичем Семеновым, который там в свое время делил все рязанские партии на три эшелона. Что первый эшелон – это те, которые присутствуют в парламенте как федерально, так и в нашем региональном. Это вот как раз так называемые тяжеловесы. Это, естественно, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР и Справедливая Россия. Ну и я так думаю, что именно эти партии в первую очередь будут бороться за голоса избирателей и за места в парламенте. И, скорее всего, есть варианция такая, что все они четыре возьмут места, хотя, в общем-то, я так думаю, что ЛДПР переживает определенный кризис и Справедливая Россия. И поэтому вполне возможно, что их шансы несколько уменьшились как таковые. Ну, с другой стороны, если посмотреть четыре вторые партии, вот такой группы второго эшелона, то это те, которые, ну, имеют достаточно так большой опыт. И отсюда, я так думаю, они и прошли, и смогли зарегистрироваться. Но те, которые всегда находились как бы около попадания. И вполне возможно, что так же они и останутся. Хотя, в общем-то, может быть, там, на мой взгляд, одно место патриоты России смогут оттянуть. Яблочников, я думаю, не так сильной позиции. Ну, и коммунисты России, я думаю, это тоже партия, которую, я так читал ее, высказание лидера, которая говорит о том, что, возможно, на этих выборах не 27%, но я в это мало верю. Потому что во многом их, конечно, главной задачей, в общем-то, оттянуть некую часть электората КПРФ, которая не совсем довольна существующим положением, которая считает, что КПРФ там не исправляет свои задачи, и поэтому могут уйти к ним. Но я не думаю, что это будет такой серьезный набор голосов. Ну, а так, в целом, ситуации, на мой взгляд, достаточно банальные. Потому что, если посмотреть, то, по-хорошему, мы видим те же самые партии, которые всегда были там представлены. Соответственно, тоже, в общем-то, интересная ситуация, что из 5-6 региональных отделений партии, которые зарегистрированы в Рязани, на выборы выдвинулись только 15. То есть, по-хорошему, из там более чем 200 организаций, которые могли выдвигаться, выдвинулись достаточно небольшое количество. На мой взгляд, это даже ситуация более в этом плане как-то банальна по сравнению с выборами в Рязанскую городскую думу, когда, если вам помню, там в списке было 21 партия. Здесь, в областной думе, партий намного меньше. То есть, можно говорить о том, что у партии, как на федеральном, так и на региальном уровне, эти выборы пока не вызвали такого серьезного. Да и уже теперь, наверное, не вызовут серьезного отношения. А вот что касается одномандатных округов, у кого там шансы выше? Опять же, если посмотреть, то при выборах в Рязанскую городскую думу одномандатников было практически в два раза больше, чем сейчас. Сейчас зарегистрированы одномандатники. Опять же, тоже они показательны для шансов партии. По всем округам есть представители от четырех ведущих партий. И, в общем-то, семь, по-моему, одномандатников выняты яблоко. И по несколько человек патриотами России, и, соответственно, коммунистами России, и один самовыдвиженец. Так что, если посмотреть на уровень одномандатников, то основная борьба опять же разворачивается между первыми четырьмя партиями. Как я понимаю, все восемь представленных партий на выборы в Рязанскую областную думу представляют, скажем так, центристский сектор. То есть нет никаких радикалов. Действительно ли это так? Нет, но радикальной партии здесь нет. В общем-то, можно вообще отметить такую ситуацию, что сейчас уровень конфронтации между даже такими оппозиционными партиями и Единой России на федеральном уровне, он достаточно низкий. Но можно сказать, что на региональном уровне между ними все-таки уровень конфронтации выше. Выше, но, опять же, сами понимаете, что многие наши региональные аспекты, они зависят от того, как договариваются на федеральном уровне. Поэтому я не думаю, что здесь дойдет до такой прям уж открытой конфронтации. А так, если брать там какой-нибудь политический спектр этих партий, то, конечно, можем представить, что многие из этих партий занимают некую центристскую позицию. Но, в первую очередь, себя такой сейчас позиционер Дина России, говоря о консервативном направлении ее деятельности. Но при этом можем говорить о том, что КПРФ всегда во всем мире – это как бы партия, которая ассоциируется с левым течением, таким достаточно радикальным. Но если посмотреть, то сейчас коммунисты мало говорят о революции и так далее. Они больше все-таки говорят, на мой взгляд, не в духе коммунистической партии, а в духе такого социал-демократического направления, просто более высокой роли государства, в том числе и в экономике, в социальной жизни и так далее. Близко к ним, соответственно, коммунисты России, близко к ним и справедливая Россия, которая больше там является такой социал-демократической. Ну и можно посмотреть, что при Сталине некий такой правый фланг таких либеральных идей. Но я бы не стал так уж буквально относить до ЛДПР, хотя в ее названии и содержатся либеральные, но в самой программе либеральной достаточно мало. Ну вот, наверное, «Яблоко» всегда тебя позиционировал как некий правый сектор в этом спектре. Ну и, в принципе, на мой взгляд, правда, «Яблоко» тоже не является такой крайне либеральной партией, она больше такого социального либерализма. Так что, по-хорошему, это говорит о том, что спектр представлен достаточно широко, но все они являются не радикально правыми, а радикально левыми, а ближе так левоцентристскими и правоцентристскими. Напомним, что выборы в Рязанскую областную думу состоятся 13 сентября. А вот, начиная с 8 августа, вступили в силу изменения, касающиеся эвакуации неправильно припаркованных автомобилей. Об этом рязанских автомобилистов предупреждают дорожные полицейские. Эвакуация автомобилей уже не является редким явлением для областного центра, и наряду с другими городами страны дорожные полицейские используют такой метод, как основной способ борьбы с нарушениями правил парковки. С 8 августа в Кодексе об административных правонарушениях появились изменения. Нововведения касаются эвакуации автомобилей, когда именно дорожные знаки или разметка запрещают остановку или стоянку. То есть в Кодексе уточнено, что эвакуация сейчас возможна только в случае применения данных дорожных знаков соответствующей табличкой «Работает эвакуатор». Что касается эвакуации, применяемой в случае, когда запрет на остановку или стоянку вводится не дорожными знаками, а прямо предусмотрен ПДД, то здесь никаких изменений не произошло. Автомобиль по-прежнему подлежит сдержанию в случае неправомерной парковки. Ну а теперь о другом. В регионе сейчас после дождливого июля неожиданно и очень быстро установилась жаркая погода. Температуры хоть и не бьют исторические максимумы, но о здоровье заботиться все равно необходимо. Вот некоторые советы от работников областного Минздрава, как уберечься от теплового или солнечного ударов. На этой неделе в Рязани и Рязанской области, как обещают синоптики, установится жаркая погода. В связи с этим областной Минздрав бьет тревогу и напоминает рязанцам о правилах поведения в жаркую погоду. Опасность жары заключается в угрозе теплового перегревания тела человека, то есть угрозе повышения температуры его тела выше 37,1 градуса по Цельсию. Тепловой удар наступает при длительном либо выраженном перегревании тела человека. Первыми симптомами могут быть покраснение кожи, сухо-слизистых оболочек и жажда. При тепловом поражении необходимо охладить тело, присесть в тени и хорошо бы принять душ, медленно выпить большое количество воды. Также желательно не выходить на улицу в самые жаркие часы с 12.00 до 4 часов дня. Но если приходится передвигаться по улице в жаркое время, то делать это нужно не спеша и стараться чаще находиться в тени. В такую погоду лучше всего носить воздухопроницаемую одежду светлых тонов, желательно из натуральных материалов – хлопка или льна. И обязательно носить головной убор. Врачи советуют чаще принимать душ комнатной температуры и соблюдать правильный питьевой режим и рацион питания. И по-прежнему остается актуальной тема борьбы с санкционными продуктами. Буквально во всех регионах сейчас выявляется и уничтожается подпольно ввезенная сельхозпродукция из стран Европы. На прошлой неделе и в Рязани внесли свой вклад в эту борьбу. Сотрудники управления Россельхознадзора нашли 65 килограммов польских яблок на пятой базе. И затем все четыре ящика были изъяты и уничтожены. Впрочем, благодаря продуктовому эмбарго отечественный сельхозтоваропроизводитель рапортует об увеличении производимых ими объемов продуктов питания. Свой вклад вносит и рязанцы, выращивая овощи и даже фрукты на дачах и огородах. При этом урожай нынешнего года на домашних плантациях совсем неплох. Недавно стало известно о выращенном в таких условиях перце, который своими габаритами потянет на рекорд из известной книги Гиннеса. Рекордные урожаи собирают в Рязанской области. Своеобразный ответ западным санкциям вырастил садовод-любитель Галина в собственном огороде. Болгарский перец, вес которого составил 650 граммов. Так, посмотрим, сколько он весит. Сейчас он весит 643 грамма, но так как он уже пролежал в холодильнике 4 дня, естественно, он влагу потерял по законам природы. Два года назад фермеры из Израиля обратились в оргкомитет Книги рекордов Гиннеса с просьбой занести в нее сельскохозяйственное достижение. Им удалось вырастить перец весом в полкило. К идее зарегистрировать свой овощ Галина отнеслась с юмором. А был он, вот там вот, оперся на эту вот стенку теплицы и сидел. Я говорю, когда подошла, я не поняла, он вот этой стороной виден, с плодоножкой. Один-то я оторвала, а можно было бы еще бы два, эти показали бы. Ну, я не знала, а, может, и на ветке надо было оставить, чтобы еще больше подростков. Решили в субботу, наверное, мы сделать заправки с мужем и пошли собирать перец. И случайно наткнулась вот на это чудо, даже не поняла сначала, что это такое есть. Ну, вот, пришли домой, решили взвесть. Оказалось, что он весит 654 грамма. Ну, а дальше простое любопытство. Решили узнать, сколько весит самый большой перец в мире. Полетели в интернет, оказалось, что рекорд принадлежит израильским фермерам с перцем весом в 500 граммов. А наша оказалась на 154 грамма больше. Так получилось, что это, наверное, наш ответ дачных рязанцев, рязанских дачников, как ему, израильским фермерам. Садовод выращивает культуру, как говорится, для себя, поэтому особой практики и техники не использует. Главным принципом называет только один – органические удобрения и никакой химии. Что вырастет, то вырастет, говорит она. И на овощ смотрит без гордости, но с удивлением. Это вот, получается, от магазинного я сажала, супермаркет который. Мы съели его и посадили. Вот он. Но вырос он там, на маленьком, на самом. Нет, мы относим себя к садоводам, горе-любителям, вот так скажем. Что делать с перцем Галина пока не решила. Непонятно, трактовать его как курьез природы или собственное достижение. Кстати, попасть в Книгу рекордов Гиннесса не так уж и просто. Как минимум, необходимо создать комиссию и зафиксировать рекорд в присутствии свидетелей, обладающих правом вставить печати. Затем составить протокол, отправить его в редакцию книги, а также иметь в виду, что никакого материального вознаграждения за рекорды не полагается. Сегодня завершился основной этап соревнований десантников в рамках международных армейских игр 2015. Во вторник на Рязанском полигоне Дубровича прошла решающая гонка преследования на БМД. В ней приняли участие по три экипажа от России и Китая, сообщает пресс-служба Минобороны России. Гонка проводилась по замкнутому кругу протяженностью 9 километров. Участники состязались в стрельбе противотанковыми управляемыми ракетами и с 30-мм автоматической пушки. Напомним, что конкурс «Десантный взвод», проводимый в рамках армейских международных игр 2015, закончится церемонией закрытия, которая состоится 13 августа на полигоне в Дубровичах. И на этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Ну а далее в эфире программа подробностей. Гостем станет президент областной федерации тенниса Александр Гордеев. И речь пойдет о сегодняшнем открытии центра большого тенниса в Рязани. А с новостями на сегодня это все. И до встречи в эфире. Уважаемые жители города, Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40-20-40. 40-20-40. Редактор субтитров А.Семкин